Сегодня, 26 мая, когда я записываю это видео, пока еще в бане нахожусь, в пятницу, в День Голгофы, в крестных моральных, нравственных, физических страданиях человеческих Иисуса Христа, Спасителя Господа нашего, отмечает свой, значит, национальный праздник, а именно День Независимости Республика Грузия, грузинский народ. Ну, народ вряд ли, а грузинская власть, элита, историки, может быть, там философы, историки, кто там еще есть, в Грузии это всегда было, есть и будет, они вот сегодня торжествуют, накрывают столы, на пятницу пришлось, выходные дни, значит, День Независимости, значит, еще один год Грузия будет претерпевать сильнейшее давление, морально-нравственное, физическое, психологическое, экономическое, со стороны врагов России, Грузию будут тянуть, толкать, прессовать на то, чтобы она с Россией не торговала, не общалась, не строила мосты через самолеты, там, и уже о железной дороге мы говорим, что, возможно, восстановят и прочее, будут давить, пугать, шантажировать, и, само собой, вливать деньги в оппозицию. Мне понравилось, что, я рад душой и сердцем, то есть, мне понравилось это, я рад душой и сердцем, что прочитал в телеграмме накануне этого праздника президент Грузии, значит, женщина, она опять помиловала, значит, многих людей, я вам сейчас расскажу, 13 человек она помиловала, 9 человек освобождены полностью, в том числе 3 женщины из них, 6 мужчин и 3 женщины, полностью освобождены, вышли на волю, а 4, значит, укоротили срок, скостили срок. Это уже третье помилование президента Грузии, Соломея Зурабишвили, в этом году. Новый год, Пасха Христова, Воскресение Светлое Христово, и вот сейчас День Независимости Грузии. Причем 9 апреля, когда праздник был День Восстановления Независимости Грузия, не было помилования, а вот в этот день, в этот праздник помилование совершилось. Почему именно 26 мая? Потому что в воскресенье, 26 мая, в День Солнца, воскресный день, в 1918 году, то есть 95 лет назад, была образована, то есть юбилейная дата, Грузинская Демократическая Республика. То есть сегодня, 26 мая, в пятницу, в Грузинской Независимости исполняется 95 лет после падения Российской империи. Республика эта просуществовала до февраля 1921 года. Там большевики захватили, значит, коммунисты местные. Надо сказать, что на момент независимости, объявлений независимости, декларация по американскому типу, ее зачитали, похлопали там, праздник устроили. 23 государства признали де юра Грузинскую Демократическую Республику, в том числе РСФСР, вот что самое смешное. Там Великобритания, Франция, несколько других стран. Значит, и потом все, прикрылась эта республика. И потом уже под властью большевиков и коммунистов Грузия была в составе СССР до 1991 года, когда 9 апреля был, значит, подписан акт о восстановлении государственной независимости Республики Грузия. Так что будет сегодня такой день. Голгофа, пятница, тяжелый год, пресс. Моральные, физические, материальные страхи будут всякие нагнетаться вокруг Грузии. Ну и вокруг границ тоже Грузии будет неспокойно и тревожно. Абхазия, Южная Осетия, Армения, Азербайджан там продолжаются трения. Это тоже видно по дате рождения. Вот об этом я хотел видео записать. Поздравляю грузинский народ с днем образования независимости, обретения заново независимости. Я всегда был за грузинское царство. И то, что его ликвидировали Романовы, Российская империя, как и церковь, я считаю это неправильное. Грузия – это древнее государство, христианское, имеет право быть и царством, и тем более патриархат свой отдельный, иметь свою церковь, что сегодня и происходит. Я только за это, как историк, как христианин, как монархист. Я не зациклен на Российской империи так, чтобы стирать границы между царствами. Грузинское царство должно быть отдельно. И надеюсь, что когда-нибудь грузинский народ закончит эти игры с демократией и объявит, как и Сербия, как и Болгария, как и Румыния, свои государства царствами, какими они были в свое время. Поздравляю грузинский народ, 95 лет со дня независимости сегодня. Поздравляю всех, кто был помилован, вернулся в дома, в семьи. Это хороший знак. Заключенных в Грузии чуть больше 9 тысяч человек, 330 женщин в заключении находятся, 13 колоний у них. Это все данные открытые, все известные, и это тоже очень хорошо. Такое скрывать нельзя. Поздравляю с праздником. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео. Идем дальше. И не забывайте на прием записываться. Идем дальше. Спасибо.